Приветствую вас, ну, во-первых, во-первых, вообще говоря, ну, любовник это так или иначе не есть хорошо, да? То есть, ну, в том смысле, что любовник уже как бы означает, что у вас есть, ну, некоторые проблемы, да, любовник уже означает, что у вас есть некоторые, некоторые проблемы, сложные сложности с построением отношений, да, вот, и означает, что вы, ну, как-то вот не удовлетворены своей жизнью, вот, и не удовлетворены своими, ну, своими отношениями с, значит, с мужчинами, да? Это первое. Ага, второе, второе. То, что касается, то, что касается манипулирования, ну, вот, то, что вы говорите про мужчину, что манипулирует вами, вот, вот, что он манипулирует вами только потому, что вы позволяете это, вы позволяете это ему, вы позволяете мужчине действовать так. Вот, ну, и понятно, что происходит это главным образом потому, что вы не отвечаете за свои действия в полной мере, не отвечаете за свои поступки в полной мере, не отвечаете за свои эмоции в полной мере, не отвечаете за свои желания в полной мере и так далее. Вот. Причем, это не в том смысле, что вот не отвечаете, да, а в том смысле, что, ну, позволяете как-то вот другим людям, да, позволяете, значит, ну, как-то определять вас. Вот. Вполне вероятно, что вам от мужчины что-то нужно, вполне вероятно, что вам от вашего любовника что-то, что-то нужно, что-то нужно, понимаете, какая история. Вот. И это, собственно, очень важный момент. То есть очень важный момент, который заключается в том, что вам что-то нужно от своего любовника, любовника, то есть вы от него зависимы. И вести себя, грубо говоря, с любовником нужно так, чтобы не давать себя в обиду, да, чтобы не позволять, ну, не позволять манипулировать с собой, да, чтобы не, ну, не позволять ему, да, делать того, что вы не хотите, не позволять делать того, что вам, ну, не нравится, не нравится, вот. Вот. И в этом, собственно, и заключается вся суть. В этом, собственно, и заключается всё поведение. Вот. Одновременно, конечно, конечно, имеет смысл подумать над тем, почему у вас вообще появился любовник, да, вот. Вот. И как так вышло, что он у вас появился, собственно говоря. Вот. Поэтому я думаю, что вот в первую очередь, ну, желательно разобраться с этим. Вот. Вот. Дальше, то, что сделать необходимо, да, дальше, то, что сделать необходимо, это определить цель, да, то есть, вот, как, что делать, чтобы, чтобы что, да, то есть, вот, ну, с какой целью вы хотите как-то вести себя с любовником, то есть, вот именно, ну, вот именно, какая у этого цель, какая у этого перспектива, видимая, видимая, видимая вам, вот. Мне кажется, что это очень важно для понимания, потому что так вы будете лучше чувствовать, лучше понимать свое поведение, и сможете более, адекватно вести себя, вот, более адекватно, придерживаться более адекватной и уверенной позиции по отношению к человеку, вот. Так что, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вашего мужчины, да, чтобы быть именно максимально независимой от него, что необходимо, вам необходимо, ну, свои желания реализовывать самостоятельно. А это, в принципе, может означать только одно, да. Это может означать только то, что вы, значит, поймёте, почему вам хочется быть с ним, да, и почему не смотря, например, на то, что вы отдаёте себе отсчёт в том, что человек вами манипулирует, а вы всё равно продолжаете с ним быть в отношениях. Судя по всему, да, ну, судя по тому, что вы пишете, то есть вы не собираетесь с ним как-то вот расставаться, именно расставаться. Вот. И, соответственно, это один из таких вот самых ключевых, на мой взгляд, моментов, на которые вам нужно обратить своё внимание. Да? Вот. Ну, в принципе, в принципе, всё. Вы предоставили очень мало информации о своей ситуации. Было бы здорово, конечно, если бы вы предоставили бы её больше, если бы вы рассказали нам о том, что с вами происходит более объёмно и более подробно. Тогда бы нюансы могли бы позволить нам дать вам более, значит, ну, более корректную обратную связь, более превентивную, если угодно, обратную связь. Вот. А пока что, пока что ситуация вот она выглядит так. То есть я, в принципе, могу понять вас, да, я могу понять, почему... Ну, вы хотите разобраться с ситуацией, да, вот. Вот. Но, тем не менее, тут вот есть ряд моментов, которые крайне, значит, ну, крайне желательно... рассмотреть. Да? Вот. Поэтому я бы ответил вам вот так. Так как... так как... ну, так как я ответил. Вот. Надеюсь, что это... этого, точнее, надеюсь, а... эм... эм... ну, этого было, надеюсь, достаточно. для того, чтобы ситуация была ясна. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего.